Сейчас вот как-то найду, как анонсировать. Просто так получится опять, что я займу все время, а я вроде как бы каждый раз... Ну, у нас осталось все время, но мы, по крайней мере, подготовимся к контролю. Ну, окей. Ладно. Сейчас. Так, там видно, что что-то пришло? Пока нет. А, наверное, потому что видно будет, когда я нажму Enter. Да, именно так. Да, сейчас 3y-x dx плюс 2 на а, нет, 2y в куб минус 6xy 6xy 3y равно 2 Так, вот это уравнение. А, сейчас. Так, ну вот и... Ну, понятно, что в каждом уравнении, там, сначала, так как оно в симметричной форме, там, должны найти UDZ, например. Да. Из-за того, что... Ну, это решение системы, типа... А тут теперь всегда будет показываться, кто добавил аннотацию или нет. Заслоняют. А, видимо, зум обновился. Нет, я просто пишу, и мне заслоняет сразу эту табличка, то, что напишу. Так. Ну, есть какие, значит, если x равен 3y в квадрат, то нет нуля, да? Там будет 2y в минус 18y. А если у равен 0, там тоже нет. Если 2y вынести, будет x квадрат, ну, у квадрат равно 3x. Тоже нет, 8x вынести. Ну, я развалю сразу. Специального решения тут вроде как бы и не было. Вроде нет, но хорошо. Так, что там какая-то толстая. А, это потому что у меня... Ну, в общем, это скобочка должна была быть. Не суть. Так, ну и вот что дальше? Значит, ну, сначала мы должны проверить, не является ли оно уравнением в полных дифференциалах. Оно не является, в принципе. Нам все равно... Надо А написать. Помните, я выдавал А? Да, да, да. Все равно А надо его написать, поэтому там... Поэтому давайте... Так, ну, тут красивый когда, конечно, не поставить. Ну, в общем... Так, д... Запись, значит, тыкс. Там просят запись включить. Я видел, да. Все, включил. А, дать изъяснику выключу. Возьми, что-то в каком-нибудь концертном моде. Так, ну... Я включил уже. Угу. Так, днпд-игрик. Днпд-игрик. Ой. 6у в квадрате. Ну, минус 6х. Так, я заранее пока ничего в скобки не ввожу. Так, и вот этот А. Ну, разница. Это днпдх минус днпд-игрик. Ничего она у нас. Правда. Ну, такое некрасивое выражение. 6х минус 6у в квадрате. Так, ну, я тут-то еще не наврал нигде. Вроде нет. Так, ну и вот... Что дальше? Ну, вот видно, что это не выравнение в полных дифференциалах. Погади, 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 погади. Почему днпд-игрик? Днпд-игрик. Ой, днпд-игрик. Нет, у тебя м перед иксом стоит, а м перед иксом, да? Ну, вот я считаю, что вот это вот м. Почему днпд-игрик, а днпд-игрик. Да. А, это м. Зачем второй производный кэкс убрать? Можно из концов уберем. Так, сейчас еще раз не понял. Ты м еще раз по икс продифференцировал. Хотя оно так предыкс стоит. Где я его продифференцировал еще раз? У нас есть выражение, которое м от икс, икс, это типа 3 к квадрате минус икс. Ты оперу его... Почему дифференцировать надо? По иксу там надо. По иксу там надо, а н под иксу. А, наоборот, что ли? Конечно. Ага. Стирайся, что под фигурной скобкой. Да. Да, считай заново. Так. Ну, может быть, это как бы вот, да, серьезно. На этом все, в принципе, оборвалось. Так. ДМПД-ИКУ? Тут невнимательно. А, у меня записано просто конспекция. Вот сейчас как бы... ДМПД-ИКУ? Мы просто в прошлый раз, когда вот этот общий интеграл, ну, вернее, в той нотации, которая мне не очень известна, там, с дебр-чипом, это дело записали. Я, видимо, не очень правильно перевел в частной, да, производной. Так, ну, давай, 6-тигрик. Получается. Ну, ДМПД-ИКС. Это тоже 6-тигрик. Нет, 6-тигрик. Это важно, да? Это очень важно, знак не забыть, потому что вы можете забыть знак и сразу возрадоваться такие, что это уравнение с полудифференциалом, а оно не является уравнением полудифференциалом. Значит, под ИКУ действительно 6-ИКУ, и XУ минус 6-ИКУ. Так, значит, мы хоть вычитаем-то из первого-второго, в смысле, ДМПД-ИК, ДНПД-ИКС, или... Это, в принципе, все равно, главное, что это разница не равна нулю, просто нужно быть знак уже поставить, уравнение от омеги. А, так. Ага, вот оно, значит. А от X, Y, ну, и видно, что он, типа, не равен нулю. Ой, господи, а... Мне тоже, что это не 0. Так, вот, что мы дальше делаем. Мы подставляем, ну, выбираем множитель мю, вернее, функцию мю, и сначала ее просто грубо туда приписываем. Значит, чтобы это стало Y, там, в уровне, в уровне дифференциалов. Значит, надо в идеале получить M от X, Y. Мы хотим найти мю. Такое, что мю... Ну, мы не знаем, кого найти, но мы можем искать его в определенных классах. Так, сейчас. Которые вам были даны. Вот. Нам, по идее, надо найти такую милку. Я помню, что надо найти, там была подсказка, что в классе x в степени альфа на y в степени бета. Давай. И вот дальше. Дальше, в общем, вопрос. Мы должны как-то сначала просто поставить. Значит, омега чему равно? Значит, омега равно? Это не мил от этому равно, это мил от омега. Ой, да-да-да. Да. Омега равно омега от x, y, точнее. По себе. Какая-то x, y, равно, ну да, x в степени альфа. В степени а, y в степени b. Так, а это надо стереть про него. Почему мы именно произведение тут взяли? Ну, там можно либо сумму, либо разность, либо произведение, либо вообще только от одного аргумента. Ну да, почему мы сейчас произведение именно взяли? Ну, подсказка была про то, что, как бы, это сработает либо сумма, либо произведение. А так, по идее, надо перебирать вот все случая. Ну, видимо. Больше ничего сделать. Так, тут слишком много пустого места осталось. И теперь что? вот возникает часто не будем мы не будем часто призводные там вот возникает частный призводный омеги иксу и по египетам написать так но это частный призводный дальше что дальше делаем дальше это надо подставить уравнение так а там было ну штрих по дабл ну штрих по в минус так и и и и и Продолжение следует... 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 Саня, а там не должно быть еще на 3 вымноженное в первой скобке? Да, нужно. Эффициентабл. Знаки перепутки вообще. Или он не переставил? Сейчас так проверим. Стоит? Плюс-минус. Минус-плюс. Четыре слагаевых или же привел поддомную сразу слагу? Не, я не приводил, тут четыре слагаевых должно быть. Раз. Вот первая. Вторая. Третья. Четвертая. И вот... Хорошо. В каком? Во втором я забыл тройку. Сейчас вот сюда надо добавить тройку. Так, я сейчас параллельно на бумаге перешел, чтобы понять не может стало. Хорошо. 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 Я понимаю, что можно каждый x степень а, y степень b заменить на омегу. Ну, просто вот, например, во втором слагаемом, там где, ну, например, b на x степень а плюс 1, y степень b минус 2, там получится омега умноженное, типа, на x делить на y квадрат. Это вот не то, наверное, чего мы хотим. Ну, а если омега восьмых зрителей или квадрат? Это будет омега в квадрате. Это... Спасибо. Да, действительно, там во втором слагаемом фигурируют x делить на y, ну, в смысле, омега умножить на x делить на y квадрат, в третьем слагаемом фигурируют y квадрат делить на x просто. Ну, и там еще какие-то коэффициентики. То есть, наверное, ну, вот. Гипотеза, а такое, б такое, привеляем. Ну, если бы а равно 1, б равно минус 2. Спасибо. 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 Так, сейчас, что с этой омегой надо делать? Вот, надо выразить... Знаменательный выразить целиком через омега. М? Знаменательный выразить целиком через омега. Значит, а и бета взяли конкретно, напиши нас справа. А, сейчас. Такое-то, бета, представляю знаменательный. А равно, типа, x, b равно 1 на 1 квадрат. Ну, и тогда омега, это, собственно, x делить на 1 квадрат. А это число. А это число. А это число, и б это число. Ой, 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 ой. Турмазал. Ну, в смысле, 1 и минус 2 там, конечно. Да, 1 минус 2. Ну, и омега, как он написал. Ну, то есть, вы напишите, а равно x и b равно 1 на y квадрат, то и поставите, то вы помрете. Сразу. Потому что b и a, в данном случае, численные коэффициенты перед всеми вашими выражениями. Спасибо. 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 Ну, вот, там. Даже в третьем слагаем сокращается омега от омега. так это вот производная там билл по мега а равно единица б равно минус 2 ну так я чуть не подставил так вот я поставил ну так Продолжение следует... 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 Ну, не должен был. Здесь dμp dω, это 3m на ω плюс 1, минус 3m на ω минус 1. Вот. Ну, а дальше домножим на dω, разделим на 3m. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь надо, видимо, да, может, это все натрия, чтобы мю вычислить. Ну, и проэкспоницировать. Ребят, не оставляйте дроби, ни в коем случае. Много разговаривалось. Что не оставлять? Дроби или логарифмами? Вроде сейчас, вроде наоборот, чтобы кубические корни не получались. Ну, так если тебе получится сейчас корень, если ты так сделаешь... Нет, я сначала натрия домножу, потом... То, как я считаю в голове, это... Ну, хорошо, да, потому что... Нет, ну, сейчас я хорошо заметил. И я еще хочу в правой части сразу логарифм частного сделать. Делай. И там можно будет снять модули, потому что и слева под моду... Ну, в смысле, логарифм под модулем, справа, типа, логарифм модулем. Или нельзя тут снимать модули так просто? По-моему, можно. Там же можно модули... Ну, типа, c мы просто... Туда-сюда. Конкретно c. Не, ну, типа, у нас же... Там получатся экспоненты на c. А, хотя, стоп. Ну, экспоненты на c. Ну, в смысле, цена дробь. Там да, цена дробь получится. Да, 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 цена дробь, которая в третьей степени еще. Да. Вот такие. Так, ну, и вот тут слева модуль, справа модуль, но константы, она у нас, типа, стала внезапно неотрицательной. И вот в этом случае у меня вопрос, тут можно снять модуля? Ну, потому что вроде... Ну, или поменять константу... Почему константы есть сейчас? Константу там умножить... Важно умножение. А, умножение точно тоже. Ну, она сравнивает неотрицательная, типа. Почему? Ну, в смысле, умножить на e в степени c? E в степени c... C умножить на дробь. А, то есть, типа, обозначить просто e в степени c за новую константу и забыть про то, что она, типа, неотрицательная. Ага, окей. Ну, тогда, действительно, можно снять модуля. Что мы знаком можем через новую константу управлять, типа. Так. Так, окей, вот мы эту ню нашли. И теперь это дело надо подставить обратно в исходное уравнение, типа. Оно должно стать... Это домножит левая правая часть. А, ну... Ну, вот это. А куб-то не любил? Куб, конечно, забыл, да. Так. Сейчас. Что мы делаем с константой в мю, которую нашли? А нужно одна, одна. Одно решение нужно. Удобную? Да. Ну, наверное, если выбрать там c равное единице, то вполне себе не получится. Смотрите. Смотрите. Так, и теперь вот это, например, конкретное одно выбранное решение можно подставить, ну вот домножить на него перед dx, домножить на него перед dy, и типа получится уравнение, ну вернуться обратно из омеги, должно получиться уравнение в полных диктенциалах. Проверяйте. А, ну просто тут места не осталось. Ну ладно, я проведу так. Значит, ну и надо вернуться еще от омеги. Омега это там, x делить на y квадрат. Такое, да, там и x в игре повернетесь. То есть у вас мю равно x плюс y квадрат делить на x минус y квадрат, все в кубе. Да, я забыл, что еще такое. Все в кубе. А теперь тем, как вы умножите, вам нужно проверить, что омега равно 1, то есть у равно x квадрат, является решением или не является. То есть вот вы написали мю от x и y равно x плюс y квадрат делить на x минус y квадрат, это все в кубе, так? Да, и теперь? Значит, омега равно 1, это y квадрат равно x точнее. Так? Да, да. Надо проверить, интересно, решением или нет. Речением в смысле исходного уравнения, да? Да. Так, ну, если x равно y квадрат, значит, так, там получится 2y квадрат dx. А, нет, не dx, конечно, а 2y квадрат. Там еще раз, m там все в кубе, да? Да. А мы сейчас проверяем то, что внизу является решением. В мю, да? Да. Мы там умножаем на мю, так? Значит, в мю имеется знаменатель, возможно, он вращается в ноль. Сейчас можно, мы теряем решение. Ага, все, понял. Значит, x равно y квадрат является решением, или нет? Ну, тут действительно получилось, что является. Да. Поэтому мы вот запомним отдельное решение. так, ну, и теперь домножим, как бы, на омегу. Домножьте, и дальше будет счет, который вы точно интегрируете, надо найти непроизводные, вы будете их искать, значит, минут сорок. Ну, да. Ну, в смысле, я, наверное, таки не буду искать, но... Ну, или будем, посмотрим. Я уже нашел их на программе. В прошлый раз не считаю. А вот мы должны x равно y квадрат проверить по dz. Проверьте, должны. Конечно, должны. То есть, там, если пересекаются, то мы... Ну, там они пересекаются, очевидно, да? Сейчас. А, ну, вроде как, да. А, да. Вообще, изначальный вывод от системы, в систему, которая слева у него, вы должны были ее решить. Ну, мы поняли, что у нее нет решений. В данном случае. Громоздкая, получается. Ну, гигантская ммн. Да, поэтому... Ну, давайте я напишу, к чему мы в конце придем и нарисую стрелочку. Ладно, видите? Видите? Видите производный? Значит, раз производный, два производные. Видишь, это одно и то же. Ну, да-да-да. И поэтому это уравнение типа в полных дифференциалах. В полных дифференциалах, да? Раз, в производный, два, в производный. А нам вот, вот если на контрольный такой будет, что нам это все считать? Проверять вот это вот? Все руками вот эти вычитывать огромные производные или нужно это где-то программно тоже? Фрам забили и все. Не, ну, я имя показывать надо. А, ну... Вы должны отвечать за то, что ваша программа покажет. И вы должны понимать, как это происходит с ручками делать. То есть, можно, но мы должны понимать, как это работает, да? Да, можно, но написать, как вы получили, все равно должны. То есть, вы можете получить ответ, значит, понять, что вы вправе. Проверить, да? Надо ли нам писать, вот расписывать, как мы находили вот эту производную? Хотя бы в нескольких шагах нужно. Да, вы, например, можете поставить, сразу посчитать, что вы не ошиблись, что вы тратите кучу времени. Вот сейчас вы сядете производно читать, долго будет читать, а потом у вас не сойдется. И у вас сразу это глузный смайлик. Но вот эту проверку, все равно ее надо несколько шагов написать, как я нахожу эти предыдущи. Да, что вы умеете что-то делать, так или иначе. Так, ну вот в принципе мне важно, что тут самое серьезное соображение было в том, что я порядок частных производных перепутал, в смысле переменные. Ну а про подбор АЭБ, ну теперь по крайней мере понятно стало, из каких соображений вообще их выбираем. В принципе, значит, можете себе выписать эти новые производные и же сами там дорешать. Я думаю, еще поищу задачи конкретно на интегрирующий множитель. Может, не самое сложное, чтобы было наглядно. Вот у вас новый производный, значит, в сравнении полных дифференциалов производные одинаковые, ну и дальше просто уже считайте. Можно я тогда еще вопрос по домашним заданиям? Мы выдавали 114-115 номер на дробные в виде вроде вот как. Да, на обобщенные. В общем, там было так, что у нас оба эти уравнения, насколько я поняла, они параллельные. То есть там прямые параллельные. Вот. и в итоге ни одного нормального уравнения над дробно-линейной, но не параллельной не было. Прямо так не было. Ну там соседние. А, соседние. А вот что? Потому что уравнения-то есть задачники, а то, что тут, когда они параллельно, ну просто если параллельно, там сразу как бы в один счет сводится уже как бы более серьезному. А в этом номере там надо было подумать, надо было найти функцию, которая, ну собственно, к какому выражению все дела преобразуется. там по-моему единичка плюс один делись на знаменатель. Это ты про что говоришь? Про какой номер? Ну это вот просто с 16-й что-то с 115-й какой-нибудь там дробно-линейным второй. А мы в классе вам 117-й? Нет, не с 17-й. С 13-й мы делали, да. С 13-й. 14-й, 15-й. Одно мы делали. Ну вот с 16-й проводим. Все вспомнили, как найти вертикальную касательную? А вот в 115-м, да, действительно, там было ну вот система получилась задает две параллельные прямые, вот. И в итоге это дело свелось просто к недробной линейной, к однородной. Ну да, на более простом сразу. Это получилось, что да, единица плюс, в смысле минус единица плюс единица делить на исходный знаменатель. Вопрос, значит, мы вспомнили, как найти это? Помните, я прошу раз сказал, что даже вспомнили, как найти вертикальную касательную. Так, это в каком контексте это было? при вертикальную. Когда задач каши лишать будете для дробной линейного. Нет, нет. Что значит вертикальная касательная? Вертикальная касательная? Она из частных производных равна нулю. Какая? Если вертикальная, то можно сказать конкретно какая? Если вертикальная, то икс. Ну, по-моему, просто надо соорудить, значит, производные. при игрек получается равен нулю. Ну, при дыгрек. Да. Ну, это какая-то функция. Так? Ну, вот там это было минус x плюс y плюс 2, типа. То есть, в равно времени вы решите, потом будет казачья каши, и вам нужно понять, вы находитесь относительно особой точки, где вы находитесь относительно вертикальной касательной, если она есть. Она, кстати, вот по ходу самого решения, ну, в смысле, не для себя, а вот именно решение надо графики какие-нибудь строить. Если вам удобно, то можете. В принципе, если вы можете объяснить без графиков, то не надо. Вот по поводу 126-го, вы его давали как обобщенно однородное уравнение, и я не поняла, как-то, его надо решать с весами, правильно? Вот, и я не поняла, как найти веса, потому что там уравнение это у штрих равно у штрих это у нас получается, например, b минус а, у штрих равно у квадратии, у квадратии это у нас будет 2b, вот, минус 2 поделить на х квадратии, 2 поделить на х квадратии, это будет минус 2а. Ну, там, кстати, проще получается с 1 и m, то есть, если у х вес 1, а у у вес m, там получается, что, ну, вес у штрих это m минус 1, вес у квадрат это 2m, а вес минус 2 поделить на х квадрат это минус 2. альфа альфа бета m1 даже в частном случае в одни мысли. Ну, да, вот, там просто получается, типа, ну, вот, если это все приравнять, вот, m равно минус 1, ну, то есть, вес, типа, отрицательный, ну, как бы, отрицательный, y там, там замена будет, y равно одной из этого, ну, бета минус альфа равно, если через бета альфа делать, если мы все-таки делаем через а и b, вот у нас, ну, получилось а равна единице, b равна минус единице, вот, и тогда y мы меняем на u поделить на x. Получается, так? Либо вы можете взять альфа и бета такие, как вам удобно. Преимущество способа с альфа и бета то, что вы можете выбрать другие альфа и бета. Ну, то есть, важно, чтобы они соотношения сохраняли. Понятно, просто я не поняла, вот если у нас y равна u поделить на x, то тогда производная по этому y будет производная по частному, нам надо найти, там x будет, скажем так, учитываться. Ну, пожалуйста. Это нужно для сокращения, раз не скатиться иначе. А ничего. и тогда вопрос тоже про обобщенно однородное там давали номер 127. Которому все плохо, да? Нет инвариантностей, да? Там нету таких альфа. Что с таким делать? Инвариантности тут нет? То есть, нет таких альфа вообще нет? Ну, да. То есть, например, там идет 2x на y плюс y. Это же будет, получается, m минус 1. Ну, бета и бета. Да? m. Ну, там нельзя найти какого m. Ну, да. Сейчас, это... Минус 1, 2 разве не подходят? По-моему, там она не подходила, я пыталась несколько раз. Значит, минус 1, минус 1, минус 1, хорошо. Бета равно 1, 2 альфа. Вот отношение у вас. То есть, там сколько? Да, это нормально все. Значит, у меня где-то ошибка была. Ладно, понятно. Ну, бета у первого слагаемого, второго бета, у третьего слагаемого, значит, 2 бета, 2 бета, сейчас, плюс 1, 2, там минус 1, 2 альфа. Плюс 1, 2 альфа. Так? Бета равно минус 1, 2 альфа. Не знаю. Значит, это 2 бета плюс 1, 2 альфа. Следующий слагаемый 2 бета плюс альфа плюс бета, там должны быть. еще 2 бета. Угу. ладно ребята еще вопрос есть нет нет вопросов правда что на контроле у нас там действительно задачи будут типа на несколько листов ну четыре листа в среднем да это ну двойных листочек 1 листочек у вас 1 2 3 4 листочек задача обычно это зависит от ваших способностей вычислять да кто-то может быстро вычислять это кому надо все расписать есть раз и это в среднем каждая задача было четыре листа это тогда второй контроль очень побольше просто стращают что если мы планируем написать контрольную за шесть часов то у нас не получится я не очень понимаю как это интерпретировать ну как сказать если вы знаете как что делать как сливать функцию где чего как найти откуда взять то это быстрее как разрешается да еще а вы пишете в первый раз просто у вас здесь сразу начинается паника небольшая что-то как вроде вроде все делал а сейчас ну там просто получается вот если у нас в домашних задачах более-менее простые выражения нам сегодня показывал владимир владимирович ну там уравнение ну вот тоже помните да с интегрирующим множителем которая которая была когда-то на контрольной и там просто сами по себе вот эти mn функции они уже сами страшные производные и страшно ну а то что вам пришли задачи которые надо задавалась там тоже ужасающиеся после умножения на миу нет ну то есть да ну и то что там например бывают случаи интер вернули нет и зачем вернули там ситуация когда чтобы находиться ну и вы не можете значит понять что что-то как функция устроена но например функция она разрешается представляется как квадратный трехчлен например от икса где параметр вам нужно проводить целое исследование насчет квадрат на уравнение с параметром такие вещи трудно линейным нужно вертикальную касательную искать и прочее а еще а вот за какие ошибки а можно условно говоря там не получить по голове то есть если например там именно арифме если это вычислительная ошибка или там не знаю помарка в середине решения которые в итоге вы которые в итоге привод к верному ответа то проверю в ашке не буду стучать то есть первое что смотрится условия одзе первого сразу смотрятся условия одзе что одзе неправильно значит сразу так с подозрением читается все дальше но если там совсем все плохо то минус сразу значит дальше ответ смотрится если ответ неправильно это как бы сразу минус просто все именно ответ без каши сначала вот общее решение если он правильный но там лишь общее решение выхвачены или там несут они выхвачены то там плюс минус именно с плюсы и прочее градации да чаще всего это мы опускаем до плюс минус и смотрим каши если каши без ошибок то плюс минусом это остается или минус плюсом колесе минус плюс потому что общее решение плюс-минус обычно получается если вы все решили правильно в каком-то каши например один конец интервала неправильный там это вычислительная ошибка в каши обычный то есть одну кашин верни решили сдох там если задача просто если дальше просто тренина дает но это редкость если не будет такого вас по опыту значит были были задачи которые были простые каши например и давали три потом решили так не делать и просто выкинули все простые каши вот ну начальные данные . . попала на какую-нибудь прямую сидит на ней философский в чатике зачем решать большие неприятные дефуры вместо нескольких которые конкретно на эти темы потому что во первых во первых если вы решаете большой вы сразу комбинируете много тем а вторых значит как там говорил человек раз в жизни должен решить большой сложный дефор да там просто как бы очень много еще всяких шагов которые напрямую или дефорам может не относятся но типа вот в числе да значит вариантности всякие но вообще последний тип там очень много выходит не старался ну не в целом крупный просто можно конечно и совсем просто исследовать в реальности в реальности то есть как школьники часто говорят зачем нам дают пример в которых корень из 147 возникает почему некрасивые потому что в реальности вообще говоря как раз плохие диффуры все и все плохие числа это учебники не хорошие в реальности все плохие учебники сами стали от методисты с хорошими значит удобными задачками на которых удобно отрабатывать навык какой-то а в жизни чаще всего это какая-то плохая штука которая значит когда ты считаешь десять тысяч лет ну так утриже что вы считаете умеете что брать сложный производный умеете что значит но вы не понимаете алгоритм понимать какие вещи из матана понимать какие вещи из алгебры понимаете как решать вообще уравнение так устроена значит области определения области задания смысле уравнений когда у нас сильность устроена значит что есть корень из квадрат там какая задача была то ли год назад три два раза там был корень и сам из из квадрат нужно было взять но и все пишут x и значит и минус модуль x типа конечно такие вот вещи тоже так что такая комплексная наука который значит много все проверяется ну и просто всякий веселый картинки задачники красных не получишь составлять ручную оставить нормальный дефорта дольше чем решить сразу как человек который составлял значит ладно значит вопрос она есть по заданию если нет я вам дам на задашь домашнее задание по новой теме чтобы попробовать решать и ну что просто попробую через две недели получается да из филиппова ваша то вам рассказывали только не разрешенную правильно понижение порядка еще не рассказывали славненько ну запишите сюда попробуйте потом контрольный контрольный значит очень депричь и контрольную потом вас бачу недели вы попробуйте решить эти номера из новой темы посмотрим решили нет запишите 241 задача с филиппова 242 247 248 господи у филиппова возможно этот номер будет называться 245 это печатка там два 245 номера у него 246 247 снова 245 это 248 на самом деле ну поймете дальше 261 261 267 269 261 269 241 242 247 248 261 267 269 269 привет сша марш в чатке нет если ты записал мб-245 смысл что он печатков книжки в книжке если вы будете ходить по сравнению или надеть 2-ой для 455 но по нумераций вы поймете да что по 447 мы можем быть свободно уже и со просветом надо доготовьтесь контрольный вам условия сказали когда проводится ну смысле что какое время начинаете тогда тогда день на старостном скажет скорее всего стандартно значит в 1 45 начнем вы сидите сидеть с вами какое-то время значит чтобы вопросы задавали по условию там прочим не поняли условия это мы будем думе сидеть с вами да у меня со мной да мне быть запросто задавать группа владимир владимирович будет значит задавать четыре часа в зуме сидеть или нет там скорее всего часа два с вами сидеть а дальше в расширении сами может полтора даже я отвечаю на вопросы по условию попрощим я не скажу вам как решать задачу на полтора часа это хватит потому что почему полтора часа потому что кто-то будет решать нам не знать три задачи там две задачи ты только через час двадцать пять сейчас 30 перейдет значит 3 4 кто-нибудь опрос по условию поэтому сразу скажу заранее лучше посмотреть все условия и смотрите все понятного и нет что может быть непонятным условия типа сильно но не знаю как его разные можно и понятно голубого человека не залезть либо и кстати целых три двести сорок пятых номера три уже разражается это на практике через неделю может присвесел номеру прогибающие и втыки кривая втыков народ кривая отскоков или возврат ну ладно значит это через неделю тогда веселись веселиться за вторая контрольная как раз не разрешим и и там понижение порядка когда сравнивая высокая порядка с ней понижается сдачи будет на почту какой-то просто сдачи вам же владимир рассказывал возможно я прослушал он начало начали на первую лекцию вообще в году у нас что если что на что при с ним тогда скажем начали занятия начали контроль не опаздывать когда и собрался больше не то все тогда спасибо до свидания вот опять занятия до до свидания